На стене сзади меня там есть очень много хороших фотографий, в том числе одна из последних фотографий и последняя фотосессия, на которой я присутствовал с моей бабушкой Натальей Петровной Кончаловской, когда она была награждена премией Фонда мира СССР. И так получилось, что спустя несколько месяцев я уехал на Запад и больше я свою бабушку не видел. И, собственно говоря, вот эта фотография, которая висит здесь у меня на стене, это, наверное, последняя ее фотография, которая мне напоминает о ней. И самое главное, что там есть еще от нее очень теплая надпись от руки. Когда я был маленький, вот это тоже одна из моих очень-очень ранних фотографий, я почему-то мне казалось, что если я буду раздувать ноздри вот так вот, то я буду мужественнее, чем я есть на самом деле. Поэтому все мои детские фотографии у меня неестественно большой нос. Это я делал специально. Вот Кира Найтли, она нос зажимает обратно, а я любил его, наоборот, растопырить. Мне казалось, что так я выгляжу мужественней. Одна из самых моих первых, наверное, фотографий на Николиной горе, самое счастливое время, когда я не знал, что такое курс доллара. Когда моя мама была очень молода. И на переднем плане вот это первый автомобиль, который был у моего отца. Это было «Волга-21». Это октябрь 1966 года, то есть мне меньше года. Вот как я был счастлив. Почти так же, как сейчас. Вот очень тоже я помню вот этот день, где мы с моим братцем Степой Михалковым пошли гулять. Я не очень люблю эту фотографию, потому что на ней у меня очень тоненькие ножки. И они остались такими же тоненькими до сих пор. Хотя я стал потолще вообще весь сам. Конечно же, время от времени возникает необходимость напечатать какие-то фотографии абсолютно точно и довольно часто, потому что хочется сделать какую-то выставку, тематическую выставку, выставку, я не знаю, за несколько лет съемочной работы. Потому что всегда приятно опять вернуться к каким-то вещам, которые на самом деле были сделаны много-много лет назад. И опять так не возвращаешься. Спасибо. Спасибо. Спасибо.